Всем привет! Всех на канале! И в этом видео будем перезапускать вот этот аквариум с мальками разных аквариумных рыбок. Вы видите, в этом аквариуме вода ужасно мутная. Также недавно начали обрастать растения разными водорослями. Но рыбки в этой мутной воде чувствуют себя не очень хорошо. Вода в этом аквариуме помутнела около 10 дней назад. И как раз в тот момент, когда я снимал видео, которое называется «Один день из жизни юного аквариумиста», я тогда сделал подмену, где-то литров 15 слел, почистил фильтр, хорошенько, также там грунт просифонил, и залил 15 литров свежей профильтрованной воды. В общем, сделал подмену, как обычно. И буквально на следующий день вода помутнела здесь. Она помутнела, скорее всего, из-за того, что я слишком большое количество гранул сюда засыпал. И вода сначала слегка здесь помутнела, потом на следующий день она помутнела так уже посильнее. Я сделал еще небольшую подмену, почистил фильтр, грунт опять. Но, к сожалению, эту ситуацию не улучшило. Я буквально чуть через два дня, здесь вода была просто ужасного качества, как она вот сейчас есть. Я тогда убрал отсюда всех крупных особей, убрал около 250 рыбок, и осталось здесь буквально 70 рыбок. И я так подумал, что нагрузка на аквариум уменьшилась, и должна подъема стать светлой, прозрачной. Даже сделал подмену, снова почистил фильтр. Но, к сожалению, эта ситуация тоже не улучшила. Как видите, в этом аквариуме сейчас вода опять мутная, губка фильтра опять вся серая почему-то, вся в слизи какой-то. Также на волеснырии появились водоросли. И вот на голодые тоже вот ближе к поверхности, на макушках тоже появились водоросли. Именно поэтому я сейчас буду всю воду это сливать в канализацию, рыбу куда-то пересаживать, растения убирать. Также подготавливается аквариум к переезду в ванну, там я буду хорошенько его умыть. В общем, все, сейчас буду делать по порядку, и это я вам буду сейчас показывать. Итак, сначала буду извлекать все растения из этого аквариума. Беру просто... И вот хорошее растение помещаю в обрезанную баклажку с водой. Вот эта, например, элодея довольно хорошая, она не гнилая, на ней нет никаких обрастаний. Ну а здесь вот эта вот элодея, видите, она вся лысая такая вот, даже опали некоторые ее листочки. Но вот эта более-менее хорошая, вот эта вот лысая, поэтому я ее просто потом выкину. Вот эта также еще более-менее хорошая. Но вот эти вот веточки, к сожалению, уже пострадали, их уже никак не реанимировать. У лисныли вся хорошая, в принципе, она здесь довольно хорошо начала расти в последнее время. Надеюсь, после перезапуска она также продолжит хорошо расти, вот сколько кусек она уже дала. Это я отношу к хорошим растениям. Но вот эти вот мелкие обрезки, они тоже, ну не особо красивы, поэтому я их также выкидываю. А нубиасы я помещаю, конечно же, к хорошим растениям. Также потом убираю вот эту вот декорацию в тазик. Ну и аэритный фильтр тоже отсоединяю от шланга и помещаю в тазик. Вот так выливаю часть воды и помещаю в тазик. И также вот эту декорацию беру. И теперь я буду сливать, наверное, половину воды, и тогда мне будет намного удобнее влавливать отсюда рыбок. Убрал все, что мне мешало, и теперь буду помещать сюда сифон в аквариум и сливать всю воду в 40-литровый тазик. Буду, наверное, сейчас не буду сифонить грунт, потому что я сейчас мучу воду еще сильнее, и рыбок я просто не увижу и не выловлю. Поэтому сейчас сливаю где-то около 15 литров воды, вылавливаю рыбок, и потом буду сифонить грунт. Или даже не сифонить, а просто переворошу его вот так вот и просто солю грязную воду. Поэтому сейчас сливаю 15 литров воды и начинаю уже вылов рыбки. Ну вот, слил около 15 литров воды, и теперь приступаю к вылову рыбки. Собираю сифон, беру большой сачок и вот так вот потихоньку буду отсюда вылавливать всех рыбок. И пересаживаю пока временно в 3-2 контейнер. С аэрацией, думаю, они там не погибнут, если бы было буквально 2 или 3 часика. Ну и вот так буду сейчас вылавливать из этого корма всех рыбок. Их тут немного, всего лишь около сотни. Вот я уже вылавливал из этого корма всех рыбок. Их было здесь около сотни. Теперь буду сливать остатки воды. Сливаю с помощью сифона. Вот теперь я буду не просто вот так вот сифоний грунт, а просто вот так буду его перемешивать. Так, мутить воду буду, чтобы не сифонить его уже в ванной, чтобы его не промывать так сильно. Я сейчас здесь сифоном соберу основную грязь. Вот, посмотрите, здесь грязная вода, также остатки растений. Потом перелью в тазик. Ну и вот такая вот грязь получилась. И теперь буду сливать всю эту воду в 40-литровый тазик. Сливал всю воду с аквариума в 40-литровый тазик. И теперь, прежде чем уже уносить этот аквариум в ванну, мне надо извлечь из него грунт. Извлекать грунт из этого аквариума я буду вот таким вот контейнером. Он намного удобнее в моей руке. Намного больше грунта у него помещается. Ну и вот так вот буду переносить весь этот грунт в эту воду. Ну здесь, наверное, даже не 5 килограмм, как я думал, а около 3 или 4 максимум. Так что убираю весь этот грунт и уношу уже этот аквариум в ванну. Вот извлек весь грунт из аквариума. И теперь буду уносить его в ванну. Наверное, показываю, как его буду умыть, там нести в ванну, обратно. Как приклеивать фон и как засыпать грунт не буду. Так как видео уже длится, наверное, около 8 минут. Так что покажу этот аквариум, когда я его уже промою и насыплю в него грунт. И вот, в общем, как выглядит этот аквариум. После того, как я его промыл в ванной, я его так хорошо достаточно промыл. Убрал весь скотч, даже с задней стенки, так хорошо его замыл. Также убрал ксенококус, который был вот у основания дна этого аквариума. Очень там был сильный налет ксенококуса и других водорослей. Ну и, естественно, промыл грунт, даже его прокипятил от всякой заразы, от бактерий. Но вот эти две декорации не стал кипятить, так как они очень красиво смотрятся. Такие вот зеленоватые. Оставил их вот в таком виде. Единственное, слегка вот промыл. И некоторые части, даже щеткой пришлось чесить, так что они были там слишком уже заросшие. Слишком зеленые, даже, я бы сказал, коричневые, а не зеленые. Ну и сейчас буду в этот аквариум уже заливать вот 20 литров воды. Еще раз повторюсь, взял из запущенного аквариума. А еще 10 литров воды, просто свежие, отфильтрованные. И сейчас вот в этот аквариуме буду заливать 30 литров воды. На дно установил уже специально такое блюдце небольшое, чтобы вода разбрызгалась и не размывала грунт. Ну и заливаю первую комиссию. И вот я уже в этот аквариум залил ровно 30 литров воды. Конечно, одного литра воды не хватило, но это тогда уже завтра долью. И, кстати, сейчас я хочу восстановить только айритный фильтр, а рыбок и растений я уже буду завтра сажать в этот аквариум, так как вода в этом аквариуме немного мутноватая. Но вот хотя если сравнивать с той водой, которая была до перезапуска, то эта вода, считай, шикарная для тех рыбок, которые будут уже в этой воде уже, скорее всего, завтра плавать. Ну и все-таки решил, пусть ночь айритный фильтр профильтрует эту воду. Также газы выйдут из грунта, потому что вот если вот так вот грунт переворошить, то видно кислород выходит из грунта. Ну и также легкая звезь здесь есть, поэтому я сейчас только устанавливаю айритный фильтр. Ну и тогда уже завтра будем запускать в этот аквариум рыбок и сажать растения. Айритный фильтр я промыл в тазике 30 литром, куда сливал всю грязную воду, промыл так-то довольно неплохо. И думаю, он не скоро взорвется, так как здесь такого количества рыбок уже не будет, наверное, около месяца. Ну вот так установил айритный фильтр. Думаю, на сегодня все. Продолжу съемку этого аквариума, тогда уже завтра. И вот прошло ровно 18 часов с того момента, как этот аквариум залил воду, и с того момента, как вода начала здесь айрироваться и фильтроваться. Вот видите, вода в этом аквариуме уже чистая, и поэтому я буду высаживать уже сюда растения. Высаживать я буду сюда самые простые растения, всего здесь будет 5 видов. Первый вид это элодея. Отобрал самые такие, менее пострадавшие веточки, и буду их высаживать сюда, под заднюю стеночку. Высаживаю я и ладую, и теперь буду сыграть вот в эту часть криптокалину венту коричневую. Хоть она здесь и плохо росла до перезапуска, но надеюсь, она здесь будет лучше расти сейчас. Возьму всего лишь один кустик, посмотрю, как она здесь будет расти. Если она будет здесь хорошо расти, то возьму еще пару кустиков и посажу в этот аквариум к малькам. Вот в эту часть я посажу, а в ту часть я буду сажать 4 кустика анубиасов. Я их освободил от гнилых листьев, от гнилых корней, и в эту часть сейчас буду сажать их. Посадил 4 кустика анубиасов, и теперь просто на поверхность воды кидаю пучок на яды. Надеюсь, она здесь разрастется, она будет плавать в толще воды. И последнее растение, которое я сюда посажу, это будет в леснойере. Она здесь росла до перезапуска, я удалил там пару сгнивших кустиков, и сажаю ее вот сюда, вот перед аэритовым фильтром. И вот как это такое выглядит после перезапуска уже с растениями. Довольно неплохая композиция получилась, и думаю, в ближайшие дни должна и лд пойти от корня, новые отростки должны пойти, и в леснойере тоже должна начать стелиться под дно, давать новые боковые отростки. Вот такая неплохая композиция. Зеленые растения на синем фоне смотрятся неплохо. И теперь буду сюда пересаживать около сотни рыбок, которые здесь были и до перезапуска. Они все это время находились 18 часов в контейнере. Там вода немножко помутила, но ни одна рыбка не погибла и не выпрыгнула из этого контейнера. Поэтому сейчас буду их просто переливать в сачок, а из сачка уже пересаживать в этот помытый, перезапущенный аквариум. И выпускаю сюда около сотни рыбок. И вот уже поплыли все рыбки в аквариум. Вот шиповки уже упали на дно. Но вот полностью я освободил сачок от рыбок. Вот такой вот красивый аквариум получился с рыбками. Посмотрите, какие активные шиповки. Они прям вдоль стекла носятся. Так прыгают, даже иногда к верхности поднимаются. Они это очень редко делают. И делают это только тогда, когда я чищу этот аквариум. Или перезапускаю. Потому что я залил много свежей воды, а именно 10 литров. Также хорошо промыл грунт. Он теперь у них чистый, а не заиленный. Ну и всем рыбкам он теперь стал намного лучше. Они, наверное, последние дни 10 жили в ужасных условиях. В мутной воде, в грязном грунте. Но теперь и растениям, и рыбкам здесь стало намного лучше. Красивый аквариум получился. Растения здесь будут расти, рыбки тоже. Ну и вот такой окончательный результат перезапуска этого аквариума. И вот такое интересное видео у нас сегодня получилось. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok